ребят привет скажите пожалуйста как меня слышно напишите в чате и я как раз посмотрю как меня слышно потому что это очень и очень важно 10 10 из 10 наверное да да ребят для вас при видно слышно все отлично отлично все замечательно именно для вас готовились к этому марафону заказали какой-то новый микрофон который я пристегнула видимо в другую сторону ну потому что у меня же конечно же пристегивается наверно вот так все таки все здесь я не успеваю читать зрение видно слышно здесь комментарий к звонку не присоединились нет и все слушать я все вижу для ребят все вижу так ребят сегодня у нас вообще с вами водный день водный день чтобы рассказала что будет в этом марафоне для чего это будет как это вот но для чего и как давайте не будем тратить время чтобы я уже вот прям вообще ничего не рассказывал такого все прекрасно знаете меня кто присоединился да и все прекрасно знаете что про что я говорю и я сейчас вам скажу несколько тем они будут расширяться от того как мы с вами идем дальше чтобы понимать что нам нужно дальше с вами прорабатывать естественно все темы ребят они будут только под вас это однозначно запись запись да будет конечно ребят все записи каждого эфира они абсолютно точно будут они будут у вас доступны до тех то есть смотрите вот например запись прошла вы ее можете скачать в течение ну сколько ну месяц вот будет да вот это 21 день будет марафон и какое-то время мы дадим еще скачать то есть вы можете каждый день скачет можете еще что-то делать потому что ссылка не работает проверим ссылка работает ребят видимо что-то немножечко неправильно отправляете про что я говорю про то что ребят однозначно обязательно нужно будет вам создать либо самим собой канал в которой вы будете отправлять эти видео которые вы будете просматривать любой момент который вам захочется это первый момент и второй момент вы можете его просто скачать на яндекс диск выше я дала ссылку не знаю про что говорят потом посмотрим вот потому что марафоны проходят и у меня нет в телеграме нет такой возможности что ты можешь бесконечное количество времени бесконечное количество раз бесконечное количество число каких-то аккаунтов не аккаунтов даже а групп каналов создавать поэтому как только заканчивается марафон мы даем вам возможность скачать это еще в течение какого-то времени причем ребят продолжительного времени не менее двух недель вы скачиваете это себе и у вас это всегда остается на всю вашу жизнь сколько бы вы вообще бы для вас это может быть уже информация не актуальна но этот марафон останется для вас но только тогда когда вы это скачайте обязательно об этом задумайтесь сразу же потому что мне после того первого марафона который был у нас сначала три дня безоплатных потом платный марафон и ребята которые покупали платный марафон но было два человека ну слава богу что только два человека из какого-то количества да которые сказали что я не могу скачать потому что у меня нет вайфай мой ребят ну найдите вайфай ну давайте вы не будете меня этим загружать потому что мы делаем все для того чтобы вы себе скачали эти файлы все для этого делаем то есть вы можете просто не скачивая их если у вас нет памяти на телефоне вы можете в телеграме создать канал где есть вы и вы и туда просто пересылать те эфиры которые мы сейчас ведем и все если вы чего-то не понимаете найдите в гугле как это сделать это просто вот за 2 3 5 минут вас обо всем научат вот еще ребятки конечно же я посмотрела ваши вопросы и что будет далее то есть сейчас будет 21 час 00 сейчас будет у нас алексей это приглашенный мастер который по телески знает но я не знаю других людей которые знают по телески больше чем он ну правда может кто то есть но я таких людей не знаю и мне важно что в этом марафоне чтобы вы не просто посмотрели что вот это вот почки говорят про это а а печень говорит про это ну нормально я сейчас этим проработать а почему вы до этого не проработали это может быть потому что вы не знали каких-то основ может потому что вы и делаете поверхностное ну печень это значит значит злость но печень это значит вот нужно проработать свои обиды да ребят нет блять не обиды это намного глубже а почему вы позволили обидам быть здесь кто вы для себя чтобы у вас были обиды насколько вы себе не актуальны что у вас есть обиды почему вы себе не актуальны что у вас есть обиды почему вы думаете что вы нужны кому-то другому чтобы на него еще и обидится вот эти все моменты мы поднимем и помимо этого мы поднимем а печень и вообще обида печень блин что она делает а где она зажата а вы вообще кто нибудь знаете что наш желудок находится с левой стороны и когда мы говорим ой у меня что-то слева болит поджелудочная с чего поджелудочная а желудок то у вас где а куда вы все скидываете то а почему вы думаете что у вас зубы выпадают потому что у вас нет кальция а почему вы не разминаете почечную кровь вот здесь а почему вы не думаете что почки надпочечник это все абсолютно разные вещи и они отвечают за разные моменты что будет в этом марафоне это это минимум сейчас я сейчас озвучу завтра будет про сердце потому что сердце это блин ну да наш главный вот этот вот я бы даже назвала в наше нынешнее время это такой бедный наш компрессор который вот этот вот этот клапаночек который на сердце работает он вообще не от сердца и не от восприятия клапаночек сердца он вообще работает от копчика а кто об этом знал а почему это же открытая информация ребят а копчик от чего работает а почему копчик работает а то внешней поверхности стопы внешняя поверхность стопы а которая она закрепляется на верхнем ушки нашим вот это вот стопа закрепляется вот здесь и почему все это так работает и и почему же мы это все не знали не потому что мы тупые ребят мы не тупые мы абсолютно клевые но потому что так построен мир чтобы увести нас от нас только лишь и всего потом конечно же почки почки это наш огромный ретранслятор внешнего мира не только ретранслятор внешнего мира это ретранслятор нашей иммунной системы в нашем организме про иммунную систему тоже поговорим если она нас вообще и почему возникает в нашем организме иммунная система которая нам в принципе по большому счету не нужна но мы же ее поддерживаем а поддерживаем чтобы что для кого а кто это создал и об этом мы тоже с вами поговорим ну и конечно же ребят ваш вопрос усталость и апатия откуда идут усталость и апатия они у нас вообще бывают наш организм наш аватар наше физическое тело может уставать апатия 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 психического тела наше психическое тело может сказать что как бы я ничего не хочу это не моё я уже устал может это делать нет оно может только наслаждаться каждым моментом времени откуда тогда у вас это состояние где вы его повзаимствовали в кредит вашей жизни зачем вы заплатили за эти чувствования кредитом временным вашего чувствования вашей жизни в этой плотности насколько глубоко вы это прочувствовали сейчас что я сказал понимаете о чем я говорю вы можете в любое время расторгнуть этот договор этот кредит как только вы поймете для чего вам это сердечно-состочистая система и это вообще это наша сказка через через что мы получаем свои претензии не научение не любовь не что-то еще о своей претензии с огромным удовольствием ребят самое странное как вам кажется но самое легко воспринимаемое своим телом своим разумом своими мозгами это то что мы воспринимаем это опорно двигает сердечно-сосудистая система да сердечно-сосудистая система опорно-двигательная система это будут разные эфиры но это про то что вы не готовы в этой плотности познавать себя это же с огромным удовольствием вы отдаете себя кому-то другому вам оно надо? вы сейчас скажете нет не надо надо вот давайте будем уходить зачем вам это надо? зачем вам надо? себя растрачивать для другого чем больше вы начинаете отрицать что мне это не надо это вообще не про меня тем больше вы будете оставаться в этом состоянии вот и все поймите для чего вам это? дети что такое дети? про детей у нас будет тоже раскрыта тема и возможно если будут еще вопросы она будет раскрыта вдвойне дети дети это продолжение меня дети это продолжение вас насколько вы готовы продолжаться насколько вы готовы быть в силе или в слабости перед самим себя через детей вот дети не слушаются детям нужно это вот давайте возьмем мою ситуацию у меня ребенок ездит на с другом на скутере чтобы ездить на скутере нужен шлем сейчас чтобы ездить на скутере вдвоем новое законодательство там от скольки-то литров там не будем даваться подробностей либо от скольки-то литров либо покупать новый скутер новый скутер чтобы там доплачивать там еще что-то еще что-то это ребенок или ты? тебе нужна доплата до самого себя готов ты это сделать? если не готов то почему ты ограничиваешь свое пространство в этом? а если готов то ты готов из легкости либо чтобы сделать себе приятное либо чтобы сделать ему приятное ребенку и вот если ты готов чтобы сделать приятное ребенку Ты схлопнешься через какое-то непродолжительное время. И мы с вами, конечно же, об этом поговорим. Вот, ребят, не просто так. Я не просто про это говорю. Мигрень. Что такое мигрень? Физиология. Сплошная физиология. Мигрень – это вообще отсутствие определенных нервных импульсов в определенной лобной части. Как ее убрать через физику? А она вообще убирается? Убирается, ребят. Еще как убирается. И об этом мы с вами тоже поговорим. Суставы. Я про них, конечно, делала эфир, но мы еще раз поговорим. Что такое суставы? Что такое суставы, что-то пожиле. Кто вас в этой жизни ставит на колени? Мне тут написали... Ребят, ответьте, пожалуйста, потому что мне очень важно. Почему не слышно, не видно, звук включен? Без наушников, без разницы. Первый раз на трансляции, куда нажать? Звук отличный, ничего не прерывается. Либо, пожалуйста, ответьте кому-нибудь, либо напишите мне, видно меня и слышно. Это потому что очень важно. Ребят, мигрень – это вообще глубокое психологическое заболевание, которое лечится либо медикаментозно, либо оно лечится депривацией сна, либо оно лечится, блин, приездом только ко мне. Ну, я не говорю сейчас, что я прям такой бог, но это так. Хотите вылечить депрессию? Ну, были у меня такие случаи. Потому что депрессия – это медикаментозное лечение, и оно лечится в течение нескольких месяцев. Были у меня, у меня было всего лишь два случая. Я не говорю, что я такой прям аз. У меня всего лишь было два случая депрессии. В одном случае лечилось пять лет, а в другом случае лечилось год. И после приезда больше человек про эту депрессию не вспоминал. Приезд нужен был на трое суток. Трое суток. Пять лет вкладывайте в свои антибиотики, лекарства и еще кого-то. Либо вы вкладываете два дня в себя. Не в меня, в себя. Ребят, депрессия – это про другое. Но через камеру вы можете всегда слиться. Вы можете всегда сказать, ой, у меня не работает интернет. Ой, у меня это, ой, у меня то. И все. Я не вижу ваших глаз. Один на один любая ситуация. Депрессия. Рак. Да. Не побоюсь этого слова. Рак. Еще какие-то моменты. Глубинные. Когда вы приезжаете на личную встречу, ребят, вам некуда бежать. Вам нет возможности сказать, что тут нехороший интернет. Что вот здесь у меня нет возможности вот этого. Вы всегда, вот что бы вы ни делали, вы всегда под моим надзором. И тогда вы уже говорите, вот я вот это вот не могу. А я вижу на вас, я говорю, так стопе. Не могу или не хочу? Не могу, мне нахер не надо. Не могу, ты можешь рассказать через камеру чего-то. А не хочу – это уже про другое. И тут не хочу, уже тоже не сработает. Ты уже приехал. Суставы. Ребят, суставы – это наша составляющая. Что такое суставы? Составляет нас самих. Насколько вы готовы составляться перед самим собой. Насколько вы готовы составляться в свою дальнейшую жизнь. Либо вам так комфортно. И откуда у вас пришло, что вы не можете суставляться в свою личную жизнь. Где ваша личная жизнь, на каком этапе закончилась. Почему она закончилась? Почему вы ушли от составления, суставления вашей личной жизни, понадеявшись на кого-то, иного, другого? И об этом мы тоже поговорим. Тазобедренные суставы. Это наша развилочка, девочки. И мальчики, конечно же, тоже. Что такое тазобедренные суставы? О, это целая сказка. Это целая сказка всего, что есть в нашей жизни. И, ребят, я вам сделала вводную часть. И сейчас я хочу, конечно же, представить, что этот марафон буду вести не только я. И будет вести, ну, по моему мнению, вы же пришли на меня, и вы немножечко мне доверяете, да? И по моему мнению, один из крутых, действительно крутых специалистов, значит, есть крутые специалисты, которые там все о них знают. И вот прям все о них знают. И там, например, сколько-то процентов, 70% это прям крутяк-крутяк. 30% как бы говорят, ну, херня полная. Он когда-нибудь тоже дойдет этих процентовок, потому что будут и такие проценты. Но сейчас я могу сказать, что это 99,9 и 9 десятых процентов, про которые люди говорят, что как бы, а так бывает, так бывает. Он действительно чувствует многие моменты. И я его уговорила на онлайн преподавание какое-то, потому что он мне всегда отрицал. Он говорит, нет, Свет, ты что, какой онлайн? Я всегда буду только, мне нужно чувствовать тело, мне нужно чувствовать это. Я говорю, ну, у тебя столько знаний, я говорю, ну, передай хотя бы вот эти знания, которые ты есть. Остальные, кто захочет, кто захочет поменять свою жизнь, вплоть до того, что, ребят, смотрите. Есть у нас детки, юноши, ДЦП. И чтобы убрать ДЦП, нужно исправить черепную коробку. У нас здесь швы не за, они не за, как сказать, они искрепляются. Ну, как сказать правильно, это я не даже, черепная коробка, они, в общем, не, не срастаются, что ли, так сказать. Вот. И если их правильно распределить, то ДЦП у ребёнка проходит в течение нескольких часов. Понимаете вы это? И я не говорю сейчас, что этот специалист говорит, делает с ДЦП что-то. Но он делает определённые вещи с вами, когда у вас есть зажатые блоки с детства, он вам через физику их хорясь, и вы на столе лежите и рыдаете, блядь. Рыдаете, как белуги, потому что не понимаете, от чего вы рыдаете. Он же с вами особо не разговаривает про это, как психолог. Хотя он тоже психолог. Но он вам сразу же раз увидел, где у вас зажимы, он вам проработал, вы лежите и ревёте. Не понимаете, от чего вы ревёте-то? А потому что у вас выходит естественным путём из вашего тела зажим. определённой стадии самого себя. И, ребят, я вижу, что вы... И Танюшенька, Танюшенька, спасибо, что ты опять со мной. Ребят, я вижу всех тех же лиц. Мне очень приятно, что вы опять со мной. Но я сейчас дам слово Алексею, потому что мы будем... Смотрите, как делать. Сейчас Алексей проговорит. Мы будем... Вести эфир где-то в первой половине дня про что-либо. Например, завтра про сердце. А вечером в 21.00 будет вести эфир Алексей. И он будет говорить про физику. Как это потянуть мышцу? Как это потянуть сухожилие? Как это сделать? Всё в домашних условиях. Не обязательно, чтобы вам кто-то пришёл и за дополнительную плату это сделал. Чтобы это вы делали сами. Вот. И теперь, Лёшечка, пожалуйста, присоединяйся. Открывай камеру. Ты полноправный админ этого чата. А я уберу видео, как только ты присоединишься. Ой, какой Лёша красивый там вышел. Не знаю, что за Лёша. О, Лёш, всё. Привет, привет. Приветик. Я себя отключаю в видео? Да. Да-да-да. Здравствуйте всем. Светочка, спасибо большое за напутственные такие слова. Очень приятно. Да, я действительно сторонник, скажем так, оффлайн. Вот. Почему? Потому что ясно чувствование и вообще чувствование тела для меня это, скажем так, базовая основа. Вот. Начнём по порядку. Я представлюсь. Зовут меня Алексей. Фамилия моя Незельник. Значит, основные направления моей деятельности. Иглорефлексотерапия, гипнотерапия, психосоматика, методики НОП. Многие годы я работал в реабилитации, работал с очень тяжелобольными. Это после аварий, после эндопротезирований, после всевозможных травм, увечий. Ну вот. Были случаи, когда люди практически были неходячие, врачи отказывались от них. Вот. Светлана свидетелем была тому. Люди вставали на ноги и, скажем так, продолжали свой путь самостоятельно на своих двух ногах. А вот. А имею огромный опыт в психосоматике, в восточных методах оздоровления. Вот. И поэтому я хочу продолжить эфир на тему, что такое, собственно говоря, психосоматика. То есть наше тело – это последняя инстанция. Последняя инстанция того, что творится, скажем так, вовне и внутри нас. Тело точно так же, как и наш мозг, запоминает. Запоминает, что происходит. Какие травмы, скажем так, да, получаем. То есть не то, что физические травмы, и эмоциональные травмы мы получаем, психоэмоциональные травмы. Как наш ум влияет, как наши программы влияют, когда нам что-то говорили, что-то мы запоминали. То есть тело записывает точно так же все на клеточном уровне. Любая, скажем так, паразитическая программа, которая записывается на теле в виде телесных блоков. Есть такая методика, изобретена она много десятилетий назад таким великим человеком, как Райх. Существует такая методика, называется телесные блоки. Психосоматические. Извините, я немножко волнуюсь, поэтому немножко, скорее всего, буду не по порядку. Что такое три базовые части каждой личности? Это разум, тело и дух. Душа. Про тело я уже вкратце сказал. Ум – это набор программ. Я вот здесь немножечко себе выписал, чтобы не сбиться и, скажем так, основу передать вам. Ум – это набор программ, правильно? Определенных. Это наши стереотипы мышления, поведенческие паттерны. Что ум нам говорит, что нельзя нам в детстве говорили, нельзя ссылать пальцы в розетку. Соответственно, ум наш запоминает, что всувать нам туда нельзя. Ударить током, либо будет неприятно, либо и прочее, и прочее, правильно? Вот, собственно говоря, ум. Вот. Есть еще у нас подсознание. Подсознание, да, то, что творится у нас внутри. То есть это своего рода, если вы знаете, да, как устроен компьютер, как программное обеспечение, это, грубо говоря, его основа. Основа внутри, на что накладывается, собственно говоря, уже основная программа. Windows и прочее, прочее. То есть подсознание – это наши основные базовые инстинкты, те, которые в процессе эволюции записались от наших потомков, предков, собственно говоря, в молекулу ДНК и на клеточном уровне несут наши программы. Самым элементарным примером может служить такая программа, как, допустим, Бейбеги, да. Вот. Если мы встречаемся с какой-то угрозой, если мы встречаемся с каким-то раздражителем извне, да, у нас срабатывает всегда. Либо мы срабатываем, реагируем, скажем так, встречной агрессией на это, либо, соответственно, мы что делаем? Правильно? Убегаем. Вот. Это и есть, называются поведенческие программы, которые заложены на уровне подсознания. Вот. Но со временем наши поведенческие программы переходят, скажем так, более в программы такого, скажем, уровня, как выживание, да. Вот. Самое основное, что нужно запомнить именно с подсознанием? Подсознание можно и нужно перепрограммировать. Для этого существуют разнообразные методики. Вот. Есть методики НЛП, есть методики гипнотерапии, есть методики регрессивного гипноза, да, о многих этих слышали в вещах. Вот. Самое основное, что нужно запомнить, это о том, что с ним, с подсознанием можно и нужно и необходимо работать. для чего? Для того, чтобы получать новые знания, для того, чтобы замещать старые, скажем так, отжившиеся программы и, соответственно, повышать свой уровень именно осознанности. Что такое душа, да? Вкратце сейчас пройдемся по трем составляющим. Душа – это, грубо говоря, пирата. Это одухотворяющая субстанция, которая, собственно говоря, отвечает за весь наш земной опыт, да, то есть душа – это соединяющая между телом и умом. Вот. Я сейчас буду говорить, скажем так, основные базовые тезисы. Вот. Мое мнение может разделяться с кем-либо, да, не важно. Важно, что, собственно говоря, это, скажем так, основа, которая близка к истине. Вот. И вот, кстати, в продолжении темы, да, как говорят, что, говоря о душе, необходимо вспомнить прежде всего о сердце. Вот. Когда у нас говорят, да, сердце болит, чувствую душой, да, все говорят, оно где-то находится в области душа, где-то находится в области груди, да. Вот. Есть такое даже научное подтверждение, что в сердце находится около 40 тысяч нейронов, которые по своей структуре схожи с нейронами головного мозга. То есть, грубо говоря, в сердце находится, собственно говоря, ну, простым языком сказать, такой же мономозг. Не так, как он дуальный, да, у нас в чередной коробке находится, левая, правая полушария. В сердце находятся точно такие же нейроны, когда говорят, да, слушайте свое сердце. То есть, собственно говоря, слушайте свою душу. Вот. Но эта тема у нас будет завтра. Очень много будет интересного. Я вам расскажу, как в сердце копятся психосоматические блоки, как они отражаются на физическом уровне. Вот. Что такое, когда у нас, да, защемило, болит, мы чувствуем, мы не чувствуем. Почему нам сердце подсказывает, мы его не слушаем. Вот. Но это все будет завтра. Сейчас я вам хочу сказать самое главное, что в продолжении, да, темы, три базовые составляющие любой личности. Это разум, тело и душа. Так вот, психосоматика как раз и изучает, скажем так, что есть гармония, да, когда вот эти три составляющие живут в гармонии. Когда ум подсказывает одно, душа, соответственно, чувствует то же самое, тело покорно выполняет команды. Не тогда, когда мы живем, да, как лебедь, рак и щука, когда ум тянет в одну сторону, душа говорит, нет, не делай, тело, соответственно, начинает что делать? Сопротивляться. Вот. Поэтому продолжим про тело. Тело всегда живет здесь и сейчас. Тело никогда не живет в прошлом, тело никогда не живет в будущем. Оно живет именно здесь и сейчас и всегда выдает непосредственно те команды, которые мы ему даем. То есть, тело не может, да, мы не можем просто так, ну, не считая нервных тиков, которые у нас идут от парасимпатической нервной системы, когда там у нас подергиваются какие-то конечности, либо палецом по себе дергаются, либо там у многих глаз может дергаться, да. Вот. Кстати, да, я вот специально выписал, чтобы многие, я встречаюсь в своей практике, что многие люди даже не осознают, скажем так, о мощности нашего тела, да, потому что, скажем так, что подсознание, оно безграничное. Ум точно так же, да, как многие слышали из вас, что мы пользуемся, скажем, лишь малой долей, да, процентов возможности нашего мозга и вот телом как раз таки мы тоже пользуемся, скажем так, на практически минимальном ресурсе, даже не подозревая о его мощности. Научный факт. Мощность потенциала каждого тела равна заряду молнии. То есть, вы неоднозначно каждый слышали, что в каких-либо средствовых ситуациях, да, со мной в детстве случай был, когда я маленький, я не помню, мне, наверное, годика, лет пять, наверное, шесть было, когда я перемахнул, грубо говоря, через забор, который выше меня в разы и удивился потом, да, откуда взялись такие силы феноменальные, вот. Подтверждение этому может быть, допустим, мама, защищающая своего ребенка, которая, скажем так, физически способна на просто феноменальные усилия, вот. Об этом необходимо помнить. Ну и, соответственно, да, все вы понимаете, что есть такие подтверждения, спортсмены, да, которые показывают рекорды, мировые рекорды, которые, в принципе, и норы смотришь на этих людей и думаешь, господи, что он делает, да. Так вот, тело, тело, тело запоминает, запоминает и прописывает. И из практики вам хочу сказать такую вещь, что, когда приходит ко мне человек на прием, как правило, подсознание, допустим, какая-то травма, да, она в подсознании очень глубоко спрятана. Человек не всегда может даже ее вспомнить, что было в детстве, особенно, если, допустим, человек более старшего возраста, да, ну, как правило, подсознание подтирает. Для чего? Для того, чтобы не трогать эти старые раны, да, своего рода. Сознание, ум, может также их блокировать, либо замещать данные воспоминания. Тело никогда не обманет. Вот никогда. Я вам, вот, честно говорю, просто, если уметь читать, именно телесные блоки, да, и, собственно говоря, с опытом это все тоже приобретается. И, как я ранее говорил, да, что именно через чувствование это приходит. Так вот, с тела можно считать абсолютно практически все. Это я вам, вот, честно говорю, уверяю вас. Продолжим, продолжим, продолжим. Психосоматика, да, как психосоматика связана с телом и телесными блоками, с телесными реакциями. Возможно, вы слышали, что все болезни у нас идут от головы. Так вот, давайте с вами разберем, скажем, да, более таким научным подходом, как на самом деле это все работает. Ну, допустим, эволюционным путем, да, мы сформировали определенные реакции. Допустим, пример, когда человеку страшно, кровь, соответственно, от кожи отливает. Отливает для чего? Идет, да, то есть, отливается от кожи. Почему, когда человеку страшно начинает бледнеть, как правило, да, эволюция, скажем, она не просто так это сделала, она сделала это специально для чего? Для того, чтобы, если человек получит какую-то травму, чтобы он просто-напросто не умер от кровопотей. Идем дальше по цепной реакции. Сейчас будет очень интересно. Кровь приливает к внутренним органам. Для чего? Для того, чтобы быстрее бежать. Выделяется определенный ряд гормонов, да, который ускоряет нас. Ну вот. Идем дальше. Закрепощаются мышцы брюшного пресса и мышцы диафрагмы. Для того, чтобы в случае удара защитить наши внутренние органы. Это идет цепная реакция. Она физиологически у нас заложена эволюционным путем. Ну, соответственно, если человек, да, прокачанный, который умеет совладать со своими страхами и эмоциями, то у него, соответственно, могут быть какие-то свои. Но эволюционным путем, еще раз говорю, то, что прописано в наших клетках, то, что прописано в наших ДНК, оно так заложено. Заложено природой. Самой матушкой природы. И человек просто в экстренных ситуациях, он зачастую не успевает сконцентрироваться. Организм реагирует так, как у него это заложено в его клетках ДНК, так, как прописано в его клеточной памяти. Поехали дальше. Далее человек втягивает голову и поджимает плечи. Для чего? Для того, чтобы спрятаться. Либо быстрее бежать. Правильно? Чтобы у него все это не выпячивало, он, соответственно, формируется, группируется. Таким образом, что делается? Он быстрее бежит. Правильно? А теперь представьте, если у человека хронические тревоги, его тело в постоянном стрессе, и он постоянно находится с диафрагментальным зажимом, с зажатыми мышцами бочного пресса, с поджатой головой. Соответственно, что? Шейный зажим. Да? Да. Диафрагментальный зажим. Грудная клетка, как правило, у нас спрятана. Соответственно, у нас идут проблемы с кишечником, с желудочно-кишечным трактом. Соответственно, у нас не полностью вентилируются легкие. Соответственно, у нас начинаются какие-то проблемы по сердечно-судистой системе, где-то ссудистой адистонии. Зачастую, шейный блок, он не зачастую, он практически в 99% идет с челюстным, соответственно, с височным. То есть у нас будут постоянно головные боли, перенапряжение. Это отечность, мешки под глазами. То есть на лице это зачастую отражается, когда мы видим, что человек, допустим, свежий, по нему видно, что он раскрепощен. Либо человек, скажем так, зажат, и у него, соответственно, соответствующая гримаса, он идет на лице. Вот таким вот образом у нас работает эмоция. То есть психосоматика таким образом отражается на теле. Есть еще пример психосоматических поясов по райху, допустим, вот я выписал отдельно, это 70% скажем, да, пациентов, которые обращаются, это шея. О чем говорит у нас шея? Это беспомощность, ужас, возмущение, обида, замешательство. Это все говорит о эмоциональных, о тех эмоциях, о которых свидетельствует шейный зажим. Основание затылка, область, отвечающая за аналитику, за внутренний диалог. Почему мы, когда много думаем, да, у нас зачастую шея напряжение в затылке, оно постоянно появится. То есть вот таким образом наше тело, наше тело, наша физика на уровне психосоматики, на уровне того, о чем мы мыслим, о чем мы думаем, соответственно, реагирует. То есть как формирует, собственно, телесный блок, вот как я объясняю простым языком своим клиентам. Мы восприняли информацию, да, услышали, увидели, либо там что-то кто-то передал, да, соответственно, мы ее проанализировали, наша душа отреагировала, то есть нам, допустим, стало неприятно, да, соответственно, реакция выдалась обратно в мозг, мозг выдал соответствующую реакцию, да, в виде там гормонов, в виде каких-то цепных реакций и потихонечку, если мы постоянно пребываем в этом состоянии, что получается, у нас формируются телесные блоки, то есть зачастую это шея, это поясница, у кого-то болит под лопаткой, тянет там руку, ногу, очень вот недавно случай был, ко мне пришла клиентка, чуть старше сорока, очень красивая женщина, очень хорошо выглядит, очень красиво, но проблемы по-женски, проблемы по-женски, Дмитрий, вижу вашу руку, буквально пару минут, я сейчас подниму трубочку, вот, проблемы по-женски, сдают анализы, скажем так, каких-то явных причин для этого нету, да, это распространенная проблема, очень часто с этим сталкиваемся, начинаем работать по психосоматике, у женщины, соответственно, идет обесценка, себя как женщина, и таким образом тело среагировало, но если ты себя обесцениваешь как женщина, соответственно, что, ну, наверное, тебе не нужны, да, скажем так, твои репродуктивные какие-то органы, да, они, соответственно, начинают страдать, и вот на физике, да, скажем так, эмоция, то, что она думает, о чем она считает, какие-то программы, убеждения, и таким образом они отражаются на физике. Так, а как тут нажать? Как тут нажать? Как тут нажать? Отлично. Дмитрий, я вас включил, говорите. Здравствуйте. А есть какие-нибудь вот такие свиста, чтобы вот, ну, просто вот мысленно, если мысленно положить, это все прекратить? Ну, то есть силой мысли, если взять это все, и зажимы там, примерно, вот иногда всплывают, да, вот иногда всплывают такие, ну, вещи, чувствуешь, что вот где-то, что какая-то ситуация была в прошлом, да, и вот она тебя и самому раз, сам преобразовываешь это все, и тогда зажим снимается, вот в этом случае зажим снимается, когда я просто преобразовал, я вот ситуация, например, всплывает какая-то там была, там, ну, пять лет назад, например, кому-то я бы даже нагрубил, там, что-то сделал, там, вот это, и я мысленно это преобразовываю, зажим снимается в этом случае или нет, вот можно самому вот с этой программой прорабатываться или нет, спасибо. Пожалуйста, так, сейчас я выключу. Хороший очень вопрос, Дмитрий, спасибо вам большое. Ну, смотрите, если вы владеете определенными инструментами и, скажем так, понимаете, осознаете, да, вообще путь этого всего, как заменить, как убрать, вот, то да, безусловно, почему существуют, допустим, практики те же самые медитации, да, я много лет уже практикую практику осознанной медитации, вот, она называется «Срединный путь Будды», вот, для чего? Для того, чтобы успокоить свой беспокойный ум, я не знаю, простым языком максимально объясняю, если вам известен, скажем так, инструмент, который, сто процентов работает, то, безусловно, да, но я сразу хочу сказать, я всем клиентам, своим клиентам, пациентам, всем людям сразу же объясняю, из практики говорю, волшебной кнопки не существует, вот, не существует ее, понимаете, есть самый простой путь, самый простой, это принять эту ситуацию и задать себе вопрос, для чего? Для чего она произошла? Что она мне дала, да, какие я выводы сделал? Вот, это самое основное для начала, чтобы принять эту ситуацию, это вот самый простой, скажем так, изначальный путь, и, из своей же практики хочу сказать, я с периодичностью, с постоянной периодичностью занимаюсь с наставниками, покупаю обучение, для чего это делается, я знаю, как это делается, я знаю, для чего это делается, но, прежде всего, я покупаю опыт других людей, это самое основное, то есть, я беру кратчайший путь к решению своих вопросов, именно не проблем, а вопросов, потому что проблем, по сути, не существует, есть либо ситуации, данные нам для чего-то, да, вот, либо какие-то вопросы, которые необходимо решить и идти дальше, вот, если сможете, да, самостоятельно с этим справиться, да, такое существует, вот, из инструментов, как бы я вам назвал ранее, вот, но, опять же, здесь все индивидуально, каждому свое, допустим, кому-то для снятия стресса, да, ну, там, подходит, я не знаю, поиграть партию, там, с товарищем в шахматы, кому-то сходить в баню, кому-то помедитировать, кому-то пойти в спортивный зал, там, да, от души потаскать железо, кому-то, выехать просто в лес, у каждого свое, самое главное, понимать, для чего и что вы делаете, вот, вот, еще хотел такую тему осветить, собственно говоря, что такое мышечный панцирь, да, вот я говорил, мышечные блоки, психосоматические пояса, мышечный панцирь, вот, татрататым, это хроническое напряжение, хроническое напряжение мышц тела, которое копится со временем, да, то есть, я говорил как ранее, что, если мы постоянно живем в определенных программах, в определенных стрессах, то, соответственно, наши мышцы привыкают, то есть, называется паттерн, то есть, привычное состояние, да, мышечных цепей, вот, это, собственно говоря, когда одна за другую, сначала шея, потом зона между лопаток, потом затылок, потом челюстной блок, потом грудь переходит, потом диафрагментальный пресс, вот, собственно говоря, это называется мышечный панцирь. Так, Оксана, да, говорите. Добрый вечер добрый. У меня такой вопрос. Я сколько слушала разных специалистов, и многие говорят, что некоторые проблемы нельзя браться решать, потому как это дано свыше, для того, чтобы человек понял свою ошибку, проработал ее, и мы не вправе вмешиваться. У вас тоже, и вы берете за все, или что-то не делаете, ну, допустим, какие-то, как говорят там, по карме проблемы, по роду, из поколения в поколение, какая-то проблема, допустим, со спиной там, или еще с чем-то. Я вас услышал. Прекрасный вопрос. Ну, смотрите, вопросами кармы, и, скажем так, такими вопросами я не занимаюсь, хотя методикой регрессивного гипноза я тоже владею, да, вот, не чаще пользуюсь классическим эриксоновским гипнозом, да, в работе, вот, в работе с ментальным, в ментальном тренинге, да, как раз-таки для проработки вот этих вот паразитических, скажем, устоявшихся программ. Вот. Значит, что значит вмешиваться в карму? Очень классный вопрос. Я буквально недавно был на одном восхитительном семинаре, выступал специалист, как раз вот, занимающийся этим вопросом. Карма, значит, прошлой жизни, регресс, вообще круто, я прям с восхищением такие мероприятия всегда посещаю, мне это очень нравится. Так вот, вмешательство в карму, это когда мы решаем за этого человека какую-либо ситуацию, да, ну вот, допустим, явным примером было, что преподаватель, значит, этого семинара рассказывал такую ситуацию. Она увидела, значит, у человека, что в карме, да, скажем так, на его судьбе, грубо говоря, у этого человека смерть. Вот. Она, соответственно, что, сделала какие-то манипуляции, какие-то процедуры свои, для того, чтобы этого человека увести от его кармы. Вот. Ей прилетело это, да, прилетело там, ну, каждому по-своему, да, как бы можно объяснять по-разному, в общем, ее, скажем так, она взяла его карму на себя. Вот. И в тот момент, когда этот человек, скажем, должен был уйти из жизни, соответственно, в определенной ситуации попадает в больницу и у нее клиническая смерть. Вот. Ее вытаскивают, она осознает, и после этого она этим не занимается. Значит, смотрите, отвечаю прямо на ваш вопрос. Что касаемо по телу? Физика? Физика. Физика это всегда, скажем так, ну, это своего рода аватар, да, это оболочка. То есть, если я сейчас, чтобы не сильно заумно, да, немножко я извиняюсь, если эту проблему возможно решить, я говорю сразу, да, я за это возьмусь. Если это не в моей компетенции, и я это не смогу решить, я никогда не обманываю человека и всегда говорю прямо, что данный вопрос я решить не смогу. То есть, прежде всего, я компетентен, да, в том, что я умею, что я не умею. дабы не вводить, во-первых, человека в заблуждение. Это, как бы, основа основ. Вот. И основная, как бы, фундаментальная моя позиция это не навредить. Вот. Поэтому, ну, я лично не знаю, что вообще. есть это написано по карме. Если вы, допустим, может быть, в пример приводите то, что, может быть, если у ребенка, да, вот, у меня были детки, да, те же самые ДЦПшные. Вот. Я занимался, когда я реабилитология, да, у меня были именно детки с тяжелой, именно, с тяжеленной формой ДЦП. вот. Я берусь, я работаю. То есть, я сразу смотрю, да, во-первых, на исходную составляющую. Что я могу сделать? Я сразу говорю, да, вот у меня была девочка в очень тяжелом состоянии, 14 лет. Внешне, ну, 7-8 лет. Абсолютно недееспособная, абсолютно скрюченная, грудная клетка уже просто там, настолько уже просто, просто, скажем так, кривая, что там, я сразу же объяснил, как бы, да, маме этого ребенка, что вот это я могу сделать, здесь я облегчу, здесь я смогу сделать, но кости, сами понимаете, да, что с костями уже ничего не сделать, что если это либо ломать, либо как-то ребра переделывать, да, это уже не моя компетенция, это уже компетенция, скажем так, хирургов, именно вот травматологов. Да-да, Оксана. Я имела в виду, что человеку дается болезнь для осознания каких-то своих ошибок, то есть если когда, как мне объясняли, хроническая болезнь, за нее обычно специалисты не берутся, то есть она человеку дана для того, чтобы человек осознал, для чего ему дана эта болезнь, то есть ему могут помочь, намекнуть, чтобы он проработал, допустим, там обида на маму, там или, ну, что-то вроде этого. А можно я отвечу на этот вопрос? Оксан, можно я отвечу на этот вопрос? Да, конечно, Светлана. Да. Я Оксаночку знаю уже какое-то время, и я бы хотела ответить на этот вопрос, что есть, вообще все идет ретранслятор нашего воздвижения вверх. Готовы мы это воспринять или нет, это уже другой момент. И в то же время, что касаемо, Оксана поймет, о чем я говорю, то есть, например, говорится, ты меня не слышишь, но ты, например, меня можешь услышать через определенную игру. В твоем распоряжении прийти к этой игре, пригласив туда, например, столько-то человек, и для вас это будет безоплатно, для других это всегда. Оплатно, причем достаточно крупная сумма, чтобы провести эту игру, а для тебя, чтобы проработать, это будет безоплатно. И человек, например, это говорит, ну как бы ок, и ок заканчивается, ок точка. И он ничего не делает для того, чтобы развить себя в ином состоянии. То есть, всегда, ребят, если мы что-то не понимаем, карма всегда в нашей голове, она не где-то, нам ее не нужно куда-то возвращаться, куда-то уходить, куда-то приходить, что-то с этим делать, чтобы эту карму проработать. Карма всегда вот здесь вот, и на поверхности тебе всегда говорят, ты можешь ее проработать вот так, ты можешь это проработать вот так, а схватишь ты это или нет, это уже твое. насколько ты готов поменять себя. Тебе всегда, каждый момент времени предоставляется эта возможность поменять. Все, я отвечаю. Светочка, благодарю тебя. Вот вообще полностью, даже добавить нечего, все правильно. Нам пространство всегда подсвечивает, да, для чего? Вот я как ранее, да, на предыдущий вопрос говорил, что для чего эта данная ситуация? Соответственно, мы проходим, да, определенный этот кармический урок. Вот, и опять же с этого семинара я, скажем так, такую мысль фундаментальную для себя усвоил, что пространство просто так нам ничего не дает. Это раз. И второе, если мы несколько раз не усвоили, то есть такое понимание, как кармическая клетка. Вот, если мы в предыдущих жизнях, да, скажем так, не усвоили какие-то уроки, то в этой, в последующей жизни, да, скажем так, наша душа может просто запереться в кармическую клетку, допустим, в виде ребенка-инвалида. Вот, это тоже пример такой приводили. Поэтому, поэтому, я же говорю, что, допустим, вопросы кармы, если ко мне обращается, да, человек с какой-то проблемой, я не буду туда лезть, абсолютно нет, потому что это его. Но все, что по моей области, да, и что я могу сделать, я однозначно помогу. Вот, вопросов, вопросов нету пока, да. Так, так, план конструкции. Если вопросов нет, то мы, в принципе, можем тогда завтра начать с центрального вопроса сердца. И, ребят, завтра я с вами встречаюсь, я с вами встречаюсь в час дня. У нас с вами час есть на вопросы, на рассуждения по сердцу, а Алексей с вами встречается в 21.00. И у нас так будет проходить весь 21 день. Окей. Окей. Оксаночка, мы ждем тебя на марафон, на ретрит, на ретрит. И Алексей на этом ретрите тоже будет. Поэтому не переживай, тебя там взболтнем так, что потом будешь еще собираться минимум месяца два. Ура, я с радостью. Все. Я еще предлагаю следующий формат сделать. Если есть конкретно интересующие вопросы, да, я предлагаю их озвучить в чате. Свет, как поддерживаешь? Да, конечно, с удовольствием. Потому что мы еще с Алексеем поразмышляли. И мы, наверное, первых трех человек, но это уже, когда будет вам интересно, когда вы нас посмотрите хотя бы три дня бесплатно, да, кто, может быть, нас не слышал. И мы, наверное, предложим индивидуальное сопровождение. Ну, это ограниченное количество людей, потому что сами понимаете, что мы на всех не разобьемся. И это будет индивидуальная проработка каждого физически и психологически. Вот. В том числе будут и какие-то мини-эфиры в течение месяца. Мини-эфиры это будет как бы втроем. Раз, два, три. Но это мы потом чуть попозже озвучим, потому что нам нужно понимание, насколько это вообще будет актуально для вас. Да. Ребят, мы максимально сделаем все для вас. чтобы мы, чтобы мы с Аней существовали и чувствовали эту жизнь через себя максимально комфортно в таком же комфортном соотношении людей, которые чувствуют счастье, что оно есть, просто есть. И это кайф. Ну да, как говорят, когда, что такое, что такое жить здорово, да, это когда здоров, когда ты весь здоров, тебе живется здорово, легко и непринужденно. Когда, как говорится, в голове порядок, то и в теле порядок, да, вот это основное. Я просто недавно тоже читал такую статью интересную про этих буддийских монахов, вот, которым там больше 100 лет и у которых абсолютно нет никаких заболеваний, они там полностью здоровы. Я, честно говоря, вообще приятно удивлен был. Думаю, как так вот они, да, казалось бы. В общем, тема психосоматики и тела на самом деле очень обширная тема, огромная. Говорить тут просто можно нескончаемо, потому что информации валом по психосоматическим тем же самым блокам просто, просто огроменная, огроменная информация, пласт просто. Тут, я не знаю, в рамках, я не знаю, 10 часов даже, по-моему, не вложиться. Ну вот, очень интересно, кстати, если будет еще актуально, нужно, да, получить обратную связь. Если пожелание, кто хочет, ответьте, пожалуйста. Вот, есть такая еще очень интересная тема напрямую связана с телом, допустим, те же самые энергетические меридианы, как они, да, работают вообще по телу. Вот, потому что почему я планирую давать, допустим, те же самые акупунктурные точки для самостоятельной работы, допустим, для той же самой быстрого снятия головной боли, да, вот болит голова, оп, точечку нажал, поработался на буквально 3-5 минут, голова проходит, пусть она там не сразу моментально проходит, но отлично, я на себе это испробовал, она действительно работает. Вот, также, если интересно, допустим, могу дать методики, допустим, та же самая зубочистка, да, также воздействие на акупунктурную точку облегчает теле иные симптомы. Поэтому вот так тема, тема по телу очень обширная и очень интересная. Да, это, конечно же, очень интересно, потому что мы уже проговорили, что сейчас у нас идет марафон психосоматики, а в дальнейшем кто готов со своей психикой идти дальше на глубинное познавание нервной системы. Потому что нервная система это, наверное, колондайк всего, всего сущего, что есть в нашей плотности, я бы так сказала. И мы как раз с Алексеем об этом говорили и сейчас мы прорабатываем эту тему и она непростая, поэтому мы сейчас особо не озвучиваем это, потому что очень много моментов и мы сейчас общаемся с иными специалистами, которые, конечно же, себя не будут никак афишировать, иначе вот, сами все прекрасно понимаете, поэтому все, что сможем дать в закрытом марафоне потом, в дальнейшем, насколько мы это сможем, конечно же, мы это дадим, чтобы дальше дальше вы это прочувствовали и кому-то распространили, насколько это возможно, и это тоже будет. Вот, ребят, поэтому каждый наш марафон это продвижение к самому себе, это не то, что у нас есть марафоны, с которыми мы зарабатываем, мы будем из раза в раз проводить один и тот же марафон, это не про нас, мы не про это, мы не про зарабатывание денег, мы про развитие нашей плотности, это про другое, поэтому каждый марафон никогда не будет дублировать предыдущий, это не актуально, это уже все, это не про деньги для нас, это про развитие нас с вами, куда мы идем, и это очень главное, это очень важно, ну, мы вот такие, может быть, мы какие-то сумасшедшие, как бы, и нам сказали, мне уже сказали об этом, что как бы, вот нужно, как это, я даже не понимаю это слово, модифицированная версия, нет, как по-денежному это говорится, монетизированная версия, монетизированная вы должны монетизированно прийти к определенному формату, чтобы монетизировать вот это, вот это, вот это, чтобы это было все круче, 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 класс, но не про нас, мы не монетиз differs, никакую версию, мы идем все дальше, дальше и дальше, И каждый марафон никогда не будет напоминать предыдущий, потому что мы идем в развитие, и вы идете в развитие вместе с нами. Вот и все. Ребят, обожаю вас. Лев, обожаю тебя. Ребят, завтра мы с вами встречаемся в час, я буду говорить про сердце, а в 21 встречаемся с Алексеем, и он будет говорить, где, какие мышцы, куда, чего потянуть в домашних условиях, чтобы что-бы что. Всем огромное спасибо. Леш, спасибо тебе огромное, что ты был с нами. И завтра в час следующий марафон. Увидимся. Сохраняю марафон и скидываю сюда. Всего доброго всем.